Всем привет! Тема ближайших выпусков самые часто используемые модули Node.js. Мы уделим им время именно сейчас, потому что потом, когда мы будем уже их использовать, у нас просто не будет возможности отойти в сторону резко и посмотреть, что как там работает. Первым методом, который мы изучим, будет метод util-inspect, модуля встроенного util. Этот метод позволяет красиво вывести любой объект, даже если у этого объекта, как в этом примере, есть ссылка на самого себя. Запускаем. Node.inspect.js. И видим, что действительно все красиво обработалось. При этом, если у объекта есть свойство inspect и оно равно функции, то эта функция будет вызвана, и именно ее результат будет возвращен. Например, видите, я сделал функцию inspect и вернулся 1, 2, 3. Таким образом, поведение метода util-inspect несколько напоминает toString. И этот метод используется консоль автоматически, если она хочет залогировать какой-то объект. Видите, я убрал util-inspect, вызываю, все работает так же, потому что на самом деле консоль вызывает его внутри. Однако иногда все же необходимо обращаться к util-inspect явно, в первую очередь в тех случаях, когда мы хотим вывести что-то не в консоль, а, например, получить строчное представление объекта для вывода файла. Кроме того, есть дополнительные параметры util-inspect, можно, например, задать глубину вывода объекта, по умолчанию 2, но они используются редко. Следующая команда это util-формат. Утил-формат получает строку, и дальше следующие параметры оно в нее подставляет. Вместо %s будет выведена строка, вместо %d будет выведено число, а далее вместо %j будет выведен объект в формате JSON. Если я сейчас это запущу, то вот что я получил. Обратите внимание, это формат JSON, это не вывод util-inspect. Соответственно, если вдруг я вместо числа передал здесь что-то еще, то при выводе я получу none, потому что автоматически происходит конвертация. Метод util-формат также используется в консоли, неявно. Если я сейчас возьму это и перенесу прямо в консоль, то все отлично продолжит работать. Следующий, последний метод util, о котором пойдет речь, это метод util-inherits. Чтобы его было легче понять, я позволил себе скачать исходники not.js и достать из них файл util.js. Это как раз и есть исходник в модуле util. И там, на чистом JavaScript, вот он метод inherits. Если вы знаете, как работает OP в JavaScript, тогда вы этот метод сразу понимаете. Если же нет, то рекомендуется разобраться с этим, соответствующая глава есть, например, на сайте учебника JavaScript. Впрочем, использовать его можно и так, довольно просто. Достаточно создать родительский класс, вот так вот, конструктор, методы в прототипе. Затем, чтобы унаследовать от него, создаем конструктор потомка и вызываем util-inherits. Затем добавляем в прототип методы. Получается, что все объекты, создаваемые этим конструктором, будут наследовать от Animal. Так что, если я сейчас запущу этот код, то rabbit.walk сначала вызовет метод родителя, а rabbit.jump вызовет метод потомка. Все как обычно при наследовании.